По поручению губернатора Подмосковья в Люберцах продолжается ежедневная дезинфекция подъездов. Работу управляющей компании, которая обслуживает большую часть жилого фонда городского округа, проверил Владимир Ружицкий. Основная нагрузка легла на плечи ЛГЖТ. Под ведомством управляющей компании около тысячи многоквартирных домов, а это практически три тысячи подъездов. Чтобы справиться с таким объемом работы, организация привлекла 180 человек. Дезинфекция мест общего пользования проходит сразу после влажной уборки. Поверхности обрабатывают хлоросодержащими и водно-спиртовыми растворами. Это специальный раствор, который мы купили у специализированной организации. У нас есть сертификат. Могу сказать, что управляющая компанией Люберец городской жилищный трест дезинфицирующих средств хватит до конца. Во всяком случае, уже рынок освободился. Жители дома номер 8 на Октябрьском проспекте работают довольны. Многоэтажки стали проводить дезинфекцию сразу после объявления режима повышенной готовности. Мы не ходим в управляющую компанию с какими-то претензиями, жалобами. Нет, представители управляющей компании у нас время здесь. Не мы к ним, а они к нам ходят. Так что никаких претензий. Если претензии все-таки есть, у жителей несколько способов повлиять на ситуацию. В первую очередь стоит обратиться в управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу ЖКХ. Сообщить о ненадлежащей обработке подъездов можно и в социальных сетях главы округа. И можно писать, обращаться. Мы эти все вопросы рассматриваем, по крайней мере, я в социальных сетях, что происходит и что мы получаем. Я работаю в режиме онлайн. Стремимся реагировать мгновенно. Ежедневная сонобработка подъездов проводится по поручению губернатора Московской области 16 марта. Тщательной дезинфекции должно подвергаться все, к чему прикасается рука человека при входе и выходе из дома. Луизия Гязарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.